это очень интересная тема о моральном и физическом удовлетворении ну хорошо когда это вместе получается конечно интересный пример восемь с третьем году кажется олимпийская сборная резерва по штанге ну как я помню то ли в подольске но делал я тогда исследования в институте биофизики мир здраво ссср этот институт вообще моделировал различные нагрузки там даже модели такие вплоть до выхода в открытый космос но там много чего экспериментировалось сейчас этот институт по-другому называется но там же находится директором был кощеев но вы представьте себе до институт демодулируют такие суровые вещи а директор по фамилии кощеев но понятное дело да тут какие-то люди могли бы сразу провести какие-то аналогии испытания там кощеев там понятно но это совпадение конечно так вот в этом институте я обучал группу испытуемых или можно назвать испытателей добровольцев чтобы они с помощью ключа выходили в состояние режим саморегуляции и там себя настраивали на предстоящую деятельность но в данном случае мы поехали на одной из таких апробаций в эту олимпийскую сборную по штанге резервный резерв как-то назывался и значит несколько штангистов я помню два брата они оба штангисты и я их научил вызывать все это состояние ключевое в этом состоянии себя внушать что они могут теперь брать вес тубой и так далее но и на следующий день буквально после тренировки один из братьев говорит представляешь говорит интересное дело у нас уж так гестов каждые 50 грамм это как барьер психологические мы к нему готовы все готовимся а тут я горит это сразу сделал но у меня конечно это порадовало на другой случай был там же на белых гометри они работали группа это работала там человек 56 было большая нагрузка большая нагрузка и тут датчики прикреплены разные давление и пульса температура но там много чего вот и посмотреть как они на виллергометре эту нагрузку делаете время восстановления потом под контролем этих же датчиков но и один испытуемые выдвигает испытатель да он потом говорит слушайте такое интересное дело я говорят когда начал крутить виллергометра для них это мышца забивает короче говоря виллергометра нагрузки же и на мышцы вот эти он горит для меня это трудно было я делал 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 у меня уже так заходилось и сердце и дыхание но это видно было и по давлению по этим датчиком все а потом какой-то момент говорит я раз перешел барьер и на автомате на автомате дальше делал и как-то легко стал это хорошо да я говорит такое было состояние морального творения ну как бывает когда женщину удовлетворить ну представляете такой пример привел сразу всем понятный мужики же все это но теперь вот я хочу сказать что вот это вот удовлетворение моральное и физическое она ведь может возникать у человека и без всякой штанги и без всякого виллергометра и вообще без всяких физических нагрузок тебе женщин конечно например если соединить это чувство удовольствия который человек получает момент преодоление какого-то напряжения стресса вот это состояние облегчения допустим этот мозговой центр удовольствие соединить с мыслительным процессом то мы получим гения потому что гений как раз таки когда получает какой-то результат он получает такое же удовлетворение да у него такое же состояние возникает потому что у нее есть какие-то проблемы висящие которые его геноме творчество как говорится от природы вот он одних постоянно думает как решить какой-то вопрос там думает или может быть он художник он все время ищет какой-то как описать какое-то явление прошу картина это просто рама в которой ты пытаешься выразить смысл какой-то не просто нарисовать картину вот он допустим ищет большой художник вот и в какой-то момент он преодолевает какие-то трудности кто выходит на тот мозог и наконец он сделал у меня тоже появляется это состояние удовлетворение знаете главное как это центр удовольствия с чем сопрячь если он сопряжен допустим этот центр удовольствия с мыслительным процессом вы гений потому что вам нравится думать да а это как сделать можно с помощью перезагрузки допустим вам не очень нравится думать на какую-то тему а вы можете перезагрузки ключевая разгрузка выход на ноль там помечтать о том что такие то таких то ситуациях вы будете получать удовольствие именно от того что раньше вам не нравился теперь будет нравится и там перезагрузку потому что сначала вы освобождаете мозг от всех штампов шаблонов стереотипов мышлений как стакан чтобы его чем-то наполнить надо его освободить а потом когда вы делаете разгрузку ключевой выходите на ноль для половины мозга как бы разблокируется функционально и на мечтали себе что теперь когда вы думаете на какую-то тему вы получаете удовольствие то но я говорил там у меня книги где-то было написано тоже что учитесь у природы учитесь метафора когда бог вменял человеку продолжать рот русской он не создавал никаких комиссий по контролю качества а только соединил эту ответственнейшую работу с чувством удовольствия и работа пошла на автомате благодаря чему если мы с вами да я об этом какой-то из своих не писал но главное вот это через перезагрузку можно соединить этот центр удовольствия с той деятельностью с которой вы хотите или с тем образом жизни который вы хотите вот не любите физкультуру заниматься в этом можете выйти на ноль и там помечтать что когда вы занимаетесь физкультурой полезно для вашего здоровья вы испытываете необыкновенное удовольствие и там соединить то создать новые связи но у меня так как получается у меня я тоже все время думал думал оказывается я неотступно думал о какой-то проблеме вот я думал о проблеме как нарисовать эту картину глазами вселенной и вдруг я обнаружил я вот позавчера ходил смотрю старые свои картины и вдруг я обнаружил я же ее уже рисовал вот вы представляете но тогда еще не достиг этого или совершенно рисовал по другой теме что она там новогодний праздник носик прямо к стеклу смотрит на улицу снег лампочки там где-то горят салют стеклу так смотрит я вспомнил я же это об этом неотступно бессознательно думал вот этот образ но не знал что именно это и вот когда я это сделал глазами вселенной сейчас я понял что у человека вообще-то могут быть такие вопросы которые он постоянно непрерывно решает на разных задачах на разных примерах какой-то момент когда он получает результат мне появляется моральное удовлетворение но естественно физическое потому что это же включает эндорфин эндорфин андреналин помогал нам собираться концентрироваться быть работоспособными преодолевать барьеры это инстинкт выживания а тот и раз сбросил напряжение получил результат и у тебя эндорфины пошли аптеката внутри нас ты гений у тебя одновременно и аптека внутри самое главное научиться по методу ключ регулировать свое состояние да и переходить к самовоспитанию тех качеств и способностей которые ты хочешь себя развить как это здорово да так вот фрейд дедушка в одной точке ошибался когда он все время упирался сексуальной энергии нет это все все всемирная энергия это праны как говорили в индии это универсальная идея такая об энергии просто на разных уровнях она по-разному изображается то сексуальная то можно сказать эмоциональная да ну да на разных уровнях та же самая энергия но до встречи друзья до встречи